добрый день начинаем наш вебинар вести его буду я зовут не олег гиф андрей я специалист компании кодерлайн а вот и сегодня у нас на вебинаре довольно такая своеобразная тема я несколько конечно позабавился когда писал текст для маркетинга но я поясню что я имел ввиду дело в том что в принципе в принципе когда этот вебинар планировался я планирую в первую очередь разобрать на этом вебинаре очередной вопрос связанные с производством планирования кто был на предыдущих вебинарах вы помните что мы в общем то идем последовательно мы разобрали очень много вопросов связанных с созданием ресурсных спецификаций с определением очередности и вот потихонечку мы уже добрались до рабочих центров учета ограничений соответствует с ними и вот там есть такая вопрос как буфер что это такое вот и в принципе планировалось именно это но когда я начал в этой теме копаться я понял что она немножечко шире вот и как мне кажется получилось по задумке во всяком случае достаточно интересный подход поэтому вот давайте такой немножечко может будет дерганное изложение мы будем смотреть совершенно разные разделы 1с и рп вот но все эти разделы будут интересовать нас с одной с одной точки зрения давайте я все таки перейду включу демонстрацию экрана и перейду на демо базу 1с и рп сразу предупреждаю вопросы что обычно спрашивают это 257 150 так значит напоминаю вам если у вас по ходу работы возникают какие то вопросы вы пожалуйста их пишите в чат значит если будет возможность я отвечу сразу если нет начать я посмотрю и отвечу в конце что о чем именно я хотел бы вам рассказать дело в том что любая учетная система она делается для того чтобы у нас был точный учет вот точность это то что мы подсознательно закладываем складскую программу в учетную систему в какую-то систему бюджетирования везде требуется точность отклонение на копеечку это как бы уже плохо это уже неправильно но в том-то все и дело что 1с рп она уже потихонечку выходит за рамки чисто вот такой учетной системы у нее задача становится шире задача в первую очередь с планированием и у нас возникает естественно вопрос о каких-то параметрах и показателях которые обеспечивают системе не точную работу которые позволяют настроить системе какой-то вот это еще да и фрейторский зазор вот какой-то перезаклад нацеленный на то чтобы предотвратить какие-то влияние каких-то слабо прогнозируемых факторов для того чтобы обеспечить там безопасность какой-то себе для того чтобы при исполнении у нас был какой-то разумный люфт чтобы мы не были вот так вот точно связаны параметрами которые сами в системе заложили зачем это нужно но я напомню кто приходил на мой вебинар вы уже слышали безусловно эту фразу сначала измеряем штангенциркулем потом отмечаем мелком а потом пилим бензопилой то есть конечно точность планирования это очень важная вещь но когда точность планирования напарывается на очень высокую непредсказуемость исполнения но либо надо от этого точного планирования отказываться что многие клиенты делают либо надо вот в планирование закладывать какие-то разумные отклонения какие-то страховки для того чтобы это все нормально работала программы я написал да поэтому давайте пойдем по пунктам первое вот такой вот люфт который у нас встречается он встречается в способах обеспечения значит напомню вам что способ обеспечения определяет что он определяет откуда мы получаем тот или иной то то или иной там c это может быть закупка это может быть сборка-разборка производства перемещение с другого склада заказ у субподрядчика то есть варианты здесь различные но в любом случае мы для каждого склада для каждой номенклатурной позиции можем указать каким образом мы эту номенклатурную позицию получаем недостатком 1с рп является то что такой способ для вот этой вот связки номенклатура склад может быть только один для одной номенклатур на других складах может быть другой способ а вот но для пары задается только один иногда это мешает но тут ничего сделать не получится к сожалению это то ограничение которое в системе есть здесь я хочу показать вам что вот смотрите помимо простого указания откуда мы это все получим но в данном случае это покупка причем мы указываем у какого поставщика покупаем помимо данных необходимых для заполнения итогового документа заказа поставщику у нас есть определенные количественные данные при расчете и у нас здесь есть параметр срок покупки и есть параметр гарантированный срок отгрузки вот это собственно говоря вот эта пара параметров это и есть первая закладка на неточность которая есть системе в чем разница вот смотрите срок покупки он в ряде случаев используется в расчетах то есть минимальный запас при определенном при определенных настройках минимальный запас на складе он считается каким образом берется вот этот вот срок покупки берется ежедневное потребление и соответствии с вот этими данными до перемножается срок на потребление в день у нас получается вот этот вот минимальный порог то есть по сути дела это называется заготовил запасом на заготовительный период а вот казалось бы этого вполне достаточно но как правило вот этот вот гарантированный срок отгрузки делают чуть больше меньше не дадут сделать давите нельзя меньше а вот больше может быть зачем это нужно дело в том что да кстати обратите внимание выходные он тоже учитывать зачем это нужно ну вот смотрите если мы с вами заложим срок покупки 22 число до 22 0 4 смотрим сегодня у нас 19 вот календарик значит 20 21 22 три дня то есть по идее 22 может быть этот самый заказ выполнен и в принципе мы конечно клиенту можем сказать вот у нас для тебя эти тмц будут 22 числа вот 22 мы готовы эти тмц тебя отгрузить и вот утром 22 числа мы видим у ворот склада веселого клиента который значит уже разбортовал машину и ждет когда мы ему его заказ погрузим у нас его еще не да он придет 22 числа 17 55 он придет 22 числа это тоже будет 22 вот эти три дня они соблюдаются но клиенту говорить вот эти самые три дня мы не можем вот для этого здесь и заложен вот тот самый люфт о котором я говорил до 3 дня но клиенту мы говорим 4 если не 5 потому что там предположим нам надо разгрузить что чем с ними сделать а вдруг еще какая-то задержка внезапная произойдет от вам пожалуйста дополнительная закладка которую мы делаем в системе для того чтобы обеспечить своевременную передачу груза клиентов и обещаем того что возможно мы не сможем соблюсти вот это вот первое второе я уже говорил вам что только что говорил что минимальный запас он берется откуда при определенных настройках у нас потребление в день умножается на срок покупки и в результате получается вот этот самый минимальный запас откуда берется потребление в день здесь мы с вами должны обратиться к складу соответствующему например вот этот и здесь мы можем посмотреть настройку поддержания запасов и вот для настройки поддержания запасов мы можем задать метод поддержания запасов ну сейчас это еще называется параметр поддержания запасов метод обеспечения их 3 и различаются они как раз вот порядком расчета минимума и максимума значит в том случае если у нас минмакс мы этот минимум максимум могу можем задать вручную а вот есть расчет по норме происходит ровно то что я сейчас вам объяснил мы указываем норму потребления в день а дальше программа будет для расчета минимального запаса смотреть за какое время осуществляется поставка и умножать на эту самую норму расчет по статистике предполагает что программа это среднедневное потребление рассчитает сама и вот здесь я хочу вам сказать что вот этот механизм он работает в программе не очень хорошо конечно дается возможность определенного расчета значит вот есть вот настройка расчета статистике потребления можно поиграть периодом можно поиграть количеством периода там учесть сезонность но на самом деле вот эта вот система она очень капризная в ряде случаев она плохо срабатывает особенно это относится к ситуации когда у нас нестабильное потребление велика вероятность там отсутствие товара на складе в этом случае она может просто нужную есть статистику не набрать вот поэтому в моей практике были ситуации когда нам приходилось как-то переписывать вот этот механизм вот и значит задавать какие-то свои способы расчета этого среднедневного потребления но так или иначе это возможно и здесь я хочу вам показать еще на еще один параметр вот этой самой неточности до использования этой неточности вот это вот на самом деле classic страховой запас вот у нас страховой запас это как раз тот показатель который даже чисто теоретически предназначен именно для данной задачи страховой запас призван скорректировать какие-то непрогнозируемые колебания как колебания потребления так и колебания связанные со сроками поставки никаких расчетов к сожалению страхового запаса здесь нет вы можете страховой запас задать только вручную причем задаете вы его вручную только вот для этих двух методов для минмакса страховой запас не предусмотрен для расчета по норме вы его можете вручную задать дальнейшем при расчете программа будет всегда при прибавлять страховой запас к минимальному вот то есть если у нас например минимальный запас получился 100 и у нас еще 20 штук это страховой запас реальный минимум на которой программа будет срабатывать будет равен 100 плюс 20 120 так вот это вот второй пункт который я хотел вам рассказать третий пункт о котором мы с вами поговорим это пункт который тоже связан с потребностью но потребность но это потребность это уже будет потребность которая используется не в управлении запас а скорее в планировании причем планирование производства хочу сразу вам напомнить кто не очень в теме никогда не путайте планирование производства и составление график производства это разные понятия если мы говорим о планировании то это значит что мы будем использовать возможности раздела бюджетирования и планирования вставление графика производства это исключительно функция раздела производства значит что можно сказать о планирование, где там есть определенная неточность. Здесь есть очень интересная вещь. Так, давайте я сейчас посмотрим. Здесь, по-моему, нет. Сейчас один момент. Создал просто, не буду искать. Значит, вот смотрите, когда мы задаем сценарий товарного планирования, значит, мы можем с вами предусмотреть определенные действия, связанные с производством. Напомню вам, что сценарий – это такая сквозная вещь. То есть сценарий, он может подразумевать и последующее создание видов плана производства, вида плана закупки, продажи. То есть сценарий – это как раз то, что связывает воедино все производственные планы. и вот здесь, когда вы создаете сценарий товарного планирования, у нас есть вот такая вот настройка. Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсов. Дело в том, что планирование предполагает возможность, отталкиваясь от плана производства, создать план потребностей в материалах. Кроме того, вот то, что касается вида РЦ и трудовых ресурсов, непосредственно вот сам документ, план потребностей в видах рабочих центров, план потребностей в трудовых ресурсах, таких документов нет. Но если вы используете какой-то план производства, то на основании этого плана производства вы можете отдельными отчетами оценить и потребности видах РЦ, и потребности в материалах, и потребности в трудовых ресурсах. И вот здесь у нас начинает работать вот такая вот интересная настройка. Начинает работать вот такая вот интересная настройка потребностей в материалах. Наиболее вероятная, оптимистичная и пессимистичны что это такое и откуда программа берет вот этот самый оптимизм и пессимизм честно скажу я вот практически ни разу не видел что чтобы использовали вот это вот настройка есть кому-то приходилось скажите пожалуйста очень интересно вот дело в том что закопана она достаточно глубоко и обычно они там на курсах на каких не рассказывают хотя в документации она есть конечно никто не использовал вот этот значит вот смотрите когда вы работаете с ресурсной спецификации с любой ресурсной спецификации вы задавая материалы и работы не всегда обращаете внимание на то что здесь вот это вот последняя колоночка есть есть вот такая вот последняя колоночка и она не обязательно поэтому часто они просто забывают что вы здесь можете увидеть вы можете увидеть здесь настройку применения материалов по умолчанию по требованию и вероятность применения этого материала то есть у нас в этом случае появляется две и боя две и более позиции которые будут использоваться потенциально при производстве окончательно будут ли они использоваться или не будут это уже при оформлении производства при оформлении этапа производства будет выяснено вот но и та и другая позиция они туда придут соответствующими комментариями и для этих позиций мы можем задать вот это вот переключатель по умолчанию по требованию но например вы если там когда-то смотрели на то что называются метизы метизы то есть вот винты шурупы и так далее вы может заметили что вот те метиза которые используются для чистовой работы они чаще всего бывают либо вот такие беленькие вот либо такие золотистые в зависимости от ситуации могут использоваться либо те либо те черные они тоже часто бывают но это считается такими черновыми вот значит и мы можем при производстве мебели задать возможность использования и белых шурупов и золотистых шурупов там белые скажем с вероятностью 80 процентов золотистые с вероятностью 20 процентов понятно что потом в ходе производства нам что-то надо будет сделать нам нужно будет это самое решение принять а вот но здесь нас интересует скорее то как на это отреагирует планирование система планирования именно вот эта настройка которую я вам показал она будет определять то как сработает планирование какой потребность в материалах она покажет ну сразу хочу сказать что понятия оптимистичные пессимистичные толкуется системой довольно своеобразно вот ну тут надо принять это когда давайте предположим что у у нас предполагается общая потребность шурупов равная ста причем соотношение серебристый и золотистый 80 20 при этом серебристый по умолчанию золотистый потребуется как система отреагирует на эту ситуацию зависимости от настроек если мы здесь установим наиболее вероятно то система зафиксирует потребность серебристых 80 потребность золотистых 20 то есть она будет отталкиваться от тех вероятностей которые мы задали если у нас будет стоять оптимистичная оптимистичный вариант если она будет стоять оптимистичный вариант система просто тупо закупит то что по умолчанию без каких-либо поправок то есть будет 100 штук серебристых а если мы поставим пессимистичный вот здесь вот сложнее пессимистичные здесь скорее толкуется как слабо предсказуемый в этом случае мы серебристые основные материалы закупим по полный то есть 100 штук а пессимистичные мы закупим с поправкой то есть реальный объем закупки при пессимистичном варианте будет превышать общую потребность но с учетом непредсказуемости это может оказаться оправдан вот вам еще один вариант перезаклада на функционал что у нас дальше ну дальше мы должны с вами перейти к управлению производства и здесь вот сразу такой глобальный глобальная закладка на то планирование которое на простите не планирование на формирование графика который у нас здесь есть значит если мы поставлю параметры неважно могу можем просто посмотреть то что есть сейчас значит вот смотрите у нас сейчас есть требования к планированию вот вот чё-то программа нам запланировала какие-то какой какой-то период который необходим для исполнения какой он получился это немножечко другой вариант другой вопрос сейчас я хочу сказать вам вот о чем скажите у нас после того как я сохраняют график производства появляются какие-то обязательства вписаться в этот график кто знает ответ на этот вопрос нет нет совершенно верно никаких ограничений у нас не будет да мы для себя делаем какую-то раскладку по графику да мы можем ориентировочно оценить когда это все будет выполнено но система нас никак не будет ограничивать в реальных датах когда мы захотим тогда мы и сделаем то есть вот этот график производства в новых версиях это только некая подспорья которая вам дается некие некая с проники ну некая справочная информация но жесткого слежения за вами системы не будет значит что еще какие варианты неточности система сюда может заложить система предусматривает ситуацию когда вы решите нарушить график нарушить те начальные величины которые вы заложили вообще для планирования и примите какие-то свои собственные решения каким образом система это делает давайте я еще раз нажму планировать и мы посмотрим что нам здесь вывели помимо планирования графика простого планирования графика у нас могут быть какие-то ручные изменения то есть вы можете в этапе уже сформированным ручками задать те сроки в которые он будет выполняться и система просто примет эти сроки как данность она не будет вам возражать вот хотя конечно потом вы можете эти ручные изменения отменить система может позволить вам использовать резерв доступности что такое резерв доступности мы с вами чуть позже поговорим и наконец система может вам позволить спланировать модель вот это вот я сейчас сделаю значит и при планировании модели я могу сам указать системе что именно я буду нарушать например я могу сказать системе что я не буду учитывать ограничения по наличию материалов или буду считать что у меня оборудование сколько хочешь или что у меня нет других заказов или что я работаю круглосуточно вот ну понятно что если вот это вот попытка сработает по круглосуточной работе ну может мне надо будет пойти накатиться сверхурочные и за счет этого уложиться в сроки хотя как вы видите я конечно не хуже не укладываю что поделать так я попробую вот эти вот два предположения сделать смотрите если я сделаю предположение что у нас будет круглосуточная работа и у меня будет не ограниченные парк оборудования то в этом случае я смогу завершиться раньше раньше аж на сколько на 9 дней соответственно я могу принять какие-то управляющие решения связанные с планирование выпуска по данной позиции вот это еще один элемент непредсказуемости который в системе есть я вам сказал что у нас существует еще вот такой вариант задействовать резерв доступности с ним несколько сложнее но сейчас мы поговорим с вами и об этом значит для того чтобы разобраться с резервом доступности мы должны с вами разобраться с настройка рабочих центров вот давайте посмотрим у меня есть рабочий центр рабочее место столяра до находится она в цехе 33 максимальная его доступность 8 часов сразу возникает вопрос я уже по моему вам рассказывал на предыдущих вебинарах что логика составление графика производства в 1s rp это логика разлива некой жидкости по стаканам вот стоит значит один стакан второй стакан третий стакан начинаем разливать один стакан закончился начинаем разливать следующий потом следующий потом следующий ну вот собственно говоря заполненность стакана она и определяет необходим она определяет необходимость перехода следующий промежуток планирования какой промежуток планирования у нас здесь вопрос не такой простой дело в том что интерфейс у нас немножечко путанный вот и очень часто почему-то люди думают что вот этот интервал 8 часов или 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 люди думают что интервал всегда день но на самом деле вот здесь в демо базе я интервал час тоже включил на самом деле что будет интервалом планирования в рамках данного подразделения определяется настройками самого подразделения если мы посмотрим мы увидим что у нас интервал планирования день и этот интервал часу до 23 вот именно этот интервал и будет использоваться причем вот это вот продолжительность от единицы до 23 в ряде случаев тоже имеет значение что забавно сразу хочу вам сказать вы в принципе в принципе можете вот здесь да видите максимум 24 часа вы здесь можете задать доступность превышающую интервал планировать ну вот это явно недоработка дело в том что это приводит довольно парадоксальным результатом и я вас просто предупреждаю что за этим вы должны следить сами значит и теперь вот то что касается резерва доступности резерв доступности это как раз вот та самая перезакладка данном случае это естественно не перезакладка менеджер по поставку это перезакладка руководители производства скажем но например мы можем здесь поставить 25 процентов 25 процентов что это означает 25 процентов от 8 часов это два часа то есть программа при планировании производства она будет ориентироваться на то что у нее для планирования доступно только 6 часов значит для того чтобы использовать вот эту вот максимальную доступность вы резерв доступности вы должны поставить соответствующую галочку значит ну вот немножко поджимает время значит мы при планировании да напоминаю значит если бы мы планировали по данному рабочему по данному рабочему центру вот то в случае если мы нажали бы кнопку вот в таком при таких настройках программа считала бы что мы можем каждый день использовать только 6 часов работы и если мы нажали бы вот при таких настройках использовались бы 8 часов то есть это вот дополнительный резерв который руководитель производства или руководитель цеха может использовать по своему смотреть так значит что у нас еще буфер барабан веревка наверняка вы слышали вот эту вот троицу вот эти вот три термина особенно если вы знакомы с какими-то базовыми какими-то старыми версиями erp там действительно была реализована вот эту вот теория ограничений в которых существовала вот это вот поняла существовали вот эти вот понятия буфер барабан веревка то есть есть какое-то узкое место барабан этот барабан определяет возможности по производству которые есть значит на данном участке да там еще у нас есть несколько рабочих центров которые работают в одной цепости то естественно тот центр у которого производительность минимальная он как раз и будет вот эти вот барабаном потому что его ограничение в производительности определяет общие возможности сцепочте по выпуску продукции под буфером понимали необходимый запас который обеспечивал работу барабана а под веревкой понимали управление этим запасом ну вот на мой взгляд если честно идея оказалась не очень удачной она скорее людей запутывала чем давал им какой-то инструментарий и сейчас вот эти вот понятия в общем то не используются вместо этого есть понятия близкие но не равнозначны давайте мы посмотрим как это выглядит вот смотрите использовать графики производства вот собственно говоря вот эта галочка и включает данный рабочий центр как барабан как барабан значит ну здесь ничего кроме вот этого что учитывать ограничения нам пока не интересно значит если мы включили ограничение доступности по данному центру это значит что при планировании его емкость будет учтена системой давайте я вам покажу значит еще пару настроек и мы попробуем сделать пример значит настройка вот у меня столик журнальные в производственном процессе мы указываем виды рабочих центров значит ну вот предположительно мы используем 80 часов на обработку но даже это наверно много давайте поменьше возьмем скажем осень часов так на обработку обратите внимание 1 единица то есть если у нас 10 единиц то время потребуется больше плюс к этому обратите внимание что у нас предусмотрен предварительный буфер один день и завершающий буфер один для чего эти буферы сейчас я вам покажу итак у нас есть ресурсная спецификация у нас есть нети заказ сейчас я по нему удалю этапы производства и заказ мы перенастроим на 33 цех и укажем здесь соответствующую ресурсную спецификацию сделали провести закрыть указываем что у нас 33 цех формируем этапы и переходим на диспетчирование этапов и планируем заказ планирование прошло успешно потребуется нам 16 дней давайте посмотрим почему столько для этого у нас есть диагностика открываем значит потребность материалах здесь не анализируется мы смотрим только по рабочим по рабочим центрам сегодняшний день у нас не учитывается дальше у нас идет 19 так что у нас сегодня так значит он от 18 апреля поэтому здесь это тоже фигурирует значит 19 апреля сегодня мы пропускаем почему это вот тот самый буфер перед работой нам обязательно надо пропустить один день который отводится на какие-то подготовительные операции а дальше у нас идет дни производства ну и конечный этап он здесь никак не выделяется но если бы у нас было деление на два этапа то соответственно система бы вот этот просвет тоже показала обратите пожалуйста внимание что у нас здесь используется только шесть часов два часа это резерв но пока команду на использование резерва мы с вами не давали что у нас есть еще еще у нас есть одна настройка значит я надеюсь что вот по этой настройке вопросов какие то вопросов каких-то у вас нет у нас есть еще одна настройка настройка очень интересная значит давайте мы с вами вот это все по закрываем перейдем и посмотрим на то как устроена ладишь аналогичное рабочее место в 34 цеху чем здесь отличие смотрите у нас здесь есть пометка неделя почему я ее поставил смотрите здесь интервал планирования не не день а неделя здесь у нас интервал неделя неделя 7 дней хотя в реальности у нас идет с понедельника по пятницу значит не обязательно у нас должен быть интервал равный одному дню давайте мы с вами сейчас это закроем какой интервал работы я вам показал значит максимальная доступность 40 часов то есть это нормальный 8-часовой рабочий день что у нас здесь здесь у нас один рабочий центр минимальный значимый буфер я установил пять процентов что подразумевается под минимально значимым буфером буфер будет учитываться если его процент от интервала планирования больше указанного значения давайте попробуем посмотреть это на примере для этого мы с вами перенастроим ситуацию так нет сначала вот это дело удаляем этапа производства переведем тридцать четвертые поставим спецификацию тоже тридцать четвертого цеха и сразу же посмотрим как она устроена чтобы не было потом вопрос смотрите у нас уходит восемь часов на производство одной штуки и есть предварительный буфер один день и завершающий буфер один день всего теоретически уходит 9 дней ну здесь менять особо нечего давайте это закрою провести закрыть и давайте мы с вами так 30 четвертый цех и давайте мы с вами сформируем этапа производства он у нас один перейдем на диспетчирование и формируем план 17 дней давайте посмотрим как это будет выглядеть значит смотрите у нас с вами производство начнется 25 апреля почему 25 первый период который начался у нас в понедельник 18 апреля у нас выпадет у нас предусмотрен один день до только один день буфера но поскольку у нас производство ну интервалом производство является неделя вот это вот первая неделя у нас полностью и выпадет она ушла на буфер и несмотря на то что реальная потребность буфере один день до один день, но он полностью блокирует целый интервал. Значит, а теперь давайте мы сделаем следующее. Значит, во-первых, давайте я в рабочих центрах сделаю вот такое вот исправление. У нас здесь будет, ну, давайте вот так вот, 90, чтобы уж субсалютной гарантии. Минимально значенный буфер это 90% от интервала планирования. Завершим редактирование и сначала давайте попробуем перепланировать. И обратите внимание, у нас сразу график съехал. Было 9.05, стало 29.04. Почему это так произошло? Смотрим диагностику. Видите, на неделю съехало планирование к началу. У нас было с 25 апреля, у нас вот эти вот были промежутки задействованы, теперь вот эти. То есть, вот эта вот настройка, которую я вам показал, минимально значимый буфер, она контролирует, будет использоваться буфер или нет. Но сразу хочу вам сказать, вот это вот минимально значимое, она будет срабатывать только в том случае, если вы будете выбирать вот такие вот длительные периоды. Потому что, если вы будете смотреть стандартные настройки, у нас... Сейчас давайте я перейду. У нас стандартно буфер. Буфер измеряется только в днях. Понимаете? Вот. И для того, чтобы мы могли играть с минимально значимым буфером, мы должны просто брать больший период. Это вот, еще раз повторяю, это немножко нестандартные настройки. Такое делают не часто, но без вот этой нестандартной настройки у нас данная опция работать не будет. Ну вот, такой у нас получился немножечко сумбурный. Сумбурные изложения. Вот. Я постарался собрать... Ну, получилось немного эклектично, конечно. Я постарался собрать вот эти вот варианты, где используется какая-то непредсказуемость и приблизительное планирование со всей программы. Вот. Надеюсь, что все-таки получилось интересно. Какие вопросы возникли, задавайте, пожалуйста. Если в 1С-сервис доступ к усредненной обезличенной статистике по отраслям, но расходу материалов, объемов выработок по специальностям, бигдата где-то должно, где-то копиться должна. Ну да, в принципе, вы, конечно, правы. Это очень хорошее замечание. Но вы не забывайте, что 1С-РП это программа достаточно молодая. И хотя у нас сейчас 1С очень активно подключается к различным глобальным сервисам. Вот. И классификаторы какие-то может подгрузить, есть сервис там 1С-номенклатуры, есть возможности по сверке. А вот такого пока нету. Интересная вещь, я согласен. Но вот не дошли до этого. Возможно, дойдем, судя по тем тенденциям, которые сейчас есть. Так, еще вопросы. Так, ну, если вопросов нету, тогда давайте я останавливаю демонстрацию. Вот, мой, значит, всегдашний вопрос, о чем еще хотите услышать. Значит, в принципе, вот такие самые сложные моменты, связанные с планированием на уровне РЦ мы разобрали. Возможно, я еще где-то что-то подскребу, конечно, но дальше уже надо потихонечку переходить к планированию операций в ERP. Вот. Возможно, следующие вебинары, они будут именно с этим связаны. Будем смотреть, как работать с операциями. Там своя достаточно интересная система планирования есть. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова